В прошлом видео я просил зрителей высказать свое мнение, чему посвятить ближайшее видео. Благодарю всех проголосовавших. Привожу результаты голосования. Итак, решение принято. Признаю, после запуска в работу с камером магнитных полей не самому стала весьма интересна эта тема. Открывается столько нового, такого, что просто негде было ранее увидеть или прочитать, что хочется заниматься этим дальше и дальше. Так что поскольку наши желания совпали, продолжим тему визуализации магнитных полей. Темой настоящего видео выберем вот такой магнит. Он составлен из 10 кубических магнитов, размером 5 на 5 на 5 миллиметров и соответственно имеет кабариты 5 на 5 на 50 миллиметров. Многие спросят, а что интересного можно увидеть в магнитном поле такого простого объекта? Давайте прямо сейчас и займемся ответом на данный вопрос. Для начала посмотрим, что говорит нам наука. Наука нам говорит, что из полюса магнита выходят некие силовые линии, впрочем, сами физики называют их воображаемыми, которые по дуге огибают магнит со всех сторон и замыкаются на противоположном полюсе. То есть магнит как бы оказывается сердцевиной некоего кокона из силовых линий магнитного поля. Так говорят нам физики. Давайте же посмотрим, насколько данные измерения совпадают с материалами из учебника. Поместим магнит в скамер и запустим программу. Поскольку результат сканирования жестко привязан координатом, то нам достаточно просто будет наложить изображение магнита на полученный скан. Мы видим, что около полюсов расположены две зоны максимальной напряженности поля. А вот между ними почему-то ничего не видно. Давайте посмотрим детальный график поля в разрезе по горизонтали на линии по высоте примерно по центру магнитного. Мы детально видим, как меняется поле в промежутке между полюсами. Видим явно линейные законы этого изменения. Как же это можно интерпретировать? Пока можно сказать только одно. Закон изменения напряженности поля в зависимости от расстояния одинаков для обоих плюсов. Это значит, что насколько в результате движения снижается напряженность поля от левого полюса, ровно настолько же повышается напряженность поля от правого полюса. Как выражаются некоторые, там сталкиваются два противоположных поля. А могут ли вообще поля сталкиваться? Напомню, поле – это всего лишь график пространственного распределения некоего воздействия на объект, но не само воздействие. Именно поэтому поля сталкиваться не могут, поскольку они не существуют в виде физических объектов, что бы там ни говорили нам физики. Так почему же в центре нашего магнита образуется нулевая зона напряженности? Только потому, что в этой зоне воздействие северного и южного полюсов на кристалл сенсора полностью компенсируют друг друга. Оба воздействия продолжают присутствовать, они никуда не исчезают, просто сенсор как бы перестает их ледить. Представим себе следующую ситуацию. Возьмем стержень с прочного материала, прикрепим к его концам растяжки. Если мы приложим некое усилие к левой растяжке, то стержень начнет двигаться влево. Если же мы приложим некое усилие к правой, то стержень начнет двигаться вправо. А теперь приложим одинаковое по величине усилие одновременно к левой и правой растяжке. Что же произойдет со стержнем? До усилия правой и левой растяжки никуда не делись. Как тянули, так и тянут на стержень в противоположные стороны. Однако, стержень остается на месте. Как будто к нему вообще не приложено никакого усилия. Почему же? Да потому, что усилия двух растяжек полностью скомпенсируют механическим сопротивлением материала стержня. Важно помнить, что хотя стержень не находится в покое, его материалы испытывают сильное внутреннее напряжение от противоположно действующих на него сил. И если, скажем, сумма этих сил превысит порог прочности материала стержня, то он начнет физически деформироваться. Представим, что растяжки стали невидимыми. Теперь мы видим стержень, но не видим растяжки. Нам остается предположить, что происходит волшебство. Покоящийся стержень начинает без видимой причины деформироваться на наших глазах. Чудеса, однако. Надеюсь, что эта аналогия позволит вам лучше представить, почему же в центральной области магнида наш сенсор показывает нулевой потенциал магнитного поля. Продолжим. К сожалению, люди пока не придумали идеального сенсора магнитного поля. В результате нам приходится использовать датчик холма. Думаю, вы помните принцип его работы и его недостатки. Это было изложено в предыдущей видео серии. И поскольку датчик воспринимает только вектор поля, направленный вне параллельной его плоскости, то для получения полной картины нам необходимо использовать три таких датчика. Возьмем все тот же разрез по горизонтали и добавим в графики напряженности двух других сенсоров. Ранее приведенный красный график отражает значение вектор поля, направленного по линии от верхней поверхности магнита вертикально вверх. На зеленой кривой показан график, отображающий значение поля, параллельного верхней поверхности магнита и направленный по линии слева направо. Фиолетовый график отображает значение вектора поля, тоже параллельного верхней поверхности магнита и направленного по линии вперед-назад. Посмотрим на зеленый график и соотнесем его с красным. Мы обнаружим явное несоответствие. В этой зоне красный график отрицателен, а зеленый почему-то положителен. Это происходит из-за особенностей датчика хода. У него есть две стороны. Они обозначаются как южная и северная. Если на какую-то сторону придет магнитный поток одинакового с названием стороны знака, то сенсор выдаст положительный сигнал. В случае прихода потока противоположного названию стороны знака, сигнал будет отрицательный. Так вот наш сенсор сайт движется слева направо, северной стороной вперед. На северную сторону сенсора в данный момент приходит северный поток от левой стороны нашего магнита. В результате сенсор выдает положительный сигнал, хотя реально должен быть отрицательный. В дальнейшем мы скорректируем это с помощью специального алгоритма. Привожу это объяснение, чтобы у зрителей появилось понимание особенностей чтения графиков. Посмотрим на центральную часть зеленой кривы. А вот тут мы с вами видим те самые две растяжки из примера выше. Сенсор проходит максимум с северного поля. При этом вектор поля становится параллелен его поверхности и сенсор соответственно выдает ноль. А дальше он начинает показывать уже абсолютно верную отрицательную полярность. Так как северный поток начинает приходить к нему с южной стороны сенсора. Дальше случается не совсем понятно. Наш боковой сенсор почему-то не показывает ноль в середине магнита. Как же так? А вот тут неприятная особенность сенсора холла оказывает нам, как ни странно, хорошую услугу. Поле левого северного полюса попадает на сенсор с южной стороны и рождает отрицательный сигнал. А поле правого, южного полюса, попадает на тот же сенсор с северной стороны и дает нам также отрицательный сигнал. В результате, когда боковой сенсор проходит промежуток между полюсами, поля обоих полюсов порождают тенн-сигнал одинаковой полярности. И именно это, неправильное с точки зрения отображения полярности, свойство сенсора и дает нам возможность увидеть растяжки из примера. Посмотрите, поле левого полюса уменьшается, но одновременно поле правого полюса увеличивается на ту же самую величину. В результате, значение на выходе сенсора остается почти постоянно на протяжении всего промежутка между полюсами. Это и доказывает нам, что оба поля, и правого, и левого полюса, существуют абсолютно независимо друг от друга. И не существует зоны между полюсами магнита, где значение какой-либо составляющей суммарного поля становится равным нулю. Однако давайте скорректируем зеленый график так, чтобы он отображал верную полярность. Отлично. Теперь полярность верна. Неприятность одна. Посередине магнита полярность бокового полярности должна поменяться. В результате работы алгоритма на графике появляется резкий скачок. Слева было северное поле, а справа начинается южное. Соглашусь, способ немного несовершенный. Однако, это самый лучший способ отображения, который мне удалось придумать, с учетом необходимости компенсации особенностей датчика холла. Абсолютно тот же метод применяется и для коррекции работы с данными сенсора фронта. Это фиолетовая кривая. В следующие несколько секунд видео будет показывать последовательно все срезы скана по строкам. Вы сможете детально посмотреть графики всего диапазона. Просто остановите просмотр в нужном месте, а затем передвигая движок плеера по кадрам, вы сможете выбрать любую строку и посмотреть на ней все детали графика. Сглядит, как выглядит изображение полей того же магнита, полученное из бокового сенсора. А теперь полученное из фронтального сенсора. Конечно, хотелось бы совместить изображение всех трех проекций. Давайте попробуем. Еще раз покажем изображение только сенсора ТОП. А теперь еще раз суммарное изображение, полученное в результате совмещения значений всех трех сенсоров. Как мы видим, различия несущественны. Это происходит потому, что напряженности боковой и фронтальных составляющих поля значительно меньше амплитуды, составляющие поле ТОП. И в середине магнита по-прежнему остается ноль. Ой, лукавит что-то автор учебника физики. Ой, лукавит. А давайте попробуем увидеть те самые силовые линии магнитного поля, которые рисуют в учебниках. Вспомним, что именно у нас отображается на экране. Оттенками цвета у нас кодируется значение различной напряженности магнитного поля. Давайте для анализа примерим одну из популярных программ, предназначенных для обработки фотографий. И попробуем с ее помощью найти линии разных градиентов цвета на нашем изображении. Поскольку напряженность поля кодируется цветом, то и линии градации разных цветов должны выделять зону с одинаковой напряженностью магнитного поля. Посмотрим, что получилось. Не знаю, как вам, а мне очень понравилось. Даже чисто эстетически. Наконец-то мы с вами можем увидеть невоображаемые, а самые что ни на есть реально измеренные, беннии магнитного поля. И в том, чего разглядывая это изображение, давайте передадим большой привет авторам иллюстраций до учебников физики. Однако, что-то заработалось на сегодня. Видео получается несколько долгим. Посему, чтобы не слишком утомлять вас, уважаемые зрители, давайте-ка остановимся. Увидимся в следующих видео. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом.